Собрался я кое-что спечь, хоть и печь это не моя стихия, как я уже говорил. Просто работа с тестом, это не совсем поварская работа, а тема, которая, по крайней мере в Германии, более подходит для кондитеров. Но тем не менее, все-таки каким-то основам касаемо теста нас в школе учили. Сегодня я покажу, как готовится самое простое песочное тесто. Как его приготовить, большого ума не нужно. И сейчас я вам это покажу и докажу. Но как делается это тесто, я покажу для самых незащищенных слоев населения. То есть у которых не имеется ни миксера, ни комбайна, ничего. Только руки и чашка. Формула песочного теста очень простая. Три части муки, это 300 грамм. Две части сливочного масла, это 200 грамм. И одна часть сахара, это 100 грамм. Пропорция 3, 2, 1. Вот и все. И понадобится одно куриное яйцо. Если песочное тесто нужно мне не сладкое, то в этом случае одна неполная чайная ложечка соли. И все. Если бы у вас был комбайн, вы бы забросили все за один раз и перемолотили. Что очень важно учитывать при песочном тесте. Масло должно быть обязательно холодное. Обязательно. Я его предварительно натер на терке. Можно просто порезать на мелкие кубики. Как вам будет удобно. Делаю следующее. Засыпаю сахар. Куриное яйцо. Перемешиваю, чтобы сахар более-менее растворился. И для контраста добавить, конечно, маленькую щепоточку соли. Отправляю масло. Я специально его натер, чтобы мне было проще с ним работать. И отправляю муку. Муку я просеял. И вымешиваю тесто очень быстро. До однообразной массы. Подключаю вторую руку. То есть ускоряюсь. Потому что песочное тесто нужно готовить именно быстро. Чтобы сливочное масло не успело набрать температуру. Вот, друзья, по идее и все. Заняло у меня буквально максимум 2 минуты. Вымешивать его ни в коем случае не нужно. Оно готово. Тесто подбираю. Дальше, прежде чем мы будем работать с тестом, его необходимо отправить хотя бы на полчаса в холодильник. Заворачиваю в пищевую пленку. И отправляю в холодильник. Я тут подумал и решил, а что, собственно говоря, кота за хвост тянуть. Покажу вам сразу и соленое. Так как с соленым песочным тестом в ближайшие дни я тоже буду работать. Буквально послезавтра. Поэтому я холодное масло натираю. Как вы видите, оно у меня холодное. Оно было недавно в морозильнике, но чуть-чуть уже отошло. Ну и пока я буду разбираться с мукой, взвешивать, просеивать, отправлю масло в холодильник. Я все взвесил, муку просеял. Поехали дальше. Неполная чайная ложечка соли. Яйцо венчиком перемешиваем до полного растворения соли. Масло и муку, которую я просеял. Не то что там напитать ее воздухом, а чтобы не попали туда ни стеклышки, ни какие-то пластиковые штучки. Не дай бог насекомые. И очень быстро перемешиваю до однородной массы. Я даже не буду увеличивать скорость на камере, чтобы вы в реальном времени могли увидеть, насколько быстро это делается. И, конечно, стоит ли из-за этого заморачиваться, делать его в кухонном комбайне, я не знаю, стоит ли это того или нет. Потому что работы буквально на две минуты. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, тесто у меня готово. Пищевую пленку. Так, ну обязательно подпишу, что оно у меня не сладкое. Чтобы не перепутать. И вот этим тестом через полчаса я могу уже работать. А сейчас в холодильник. Ну давайте закрепим пройденный материал. Во-первых, формула очень простая. Три части муки, две части масла, одна часть сахара. Масло должно быть обязательно холодным с холодильника. И тесто считается готовым, если оно имеет однородную консистенцию. Работать с тестом можно дальше, после того, как оно отлежится в холодильнике полчаса. На этом все. Если вам это видео понравилось, я рад за вас. И за себя также. А я на этом с вами прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok